Развитие успешного сотрудничества между Ненецким округом и Норвегией. Эта тема стала ключевой в ходе рабочей встречи главы региона Александра Цибульского с норвежской делегацией Генерального консульства Норвегии в Мурманске, которая прибыла в Наринмар с трехдневным ознакомительным визитом. Эрик Сведл, вступивший в должность генконсула год назад, приехал в Ненецкий округ впервые. В составе норвежской делегации эксперты по экономическим вопросам, сотрудник Норвежско-российской торговой палаты и бизнесмены. В повестке дня – обсуждение перспектив российско-норвежского сотрудничества. К сфере ответственности нашего консульства, кроме Мурманской области, относится Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Рад, что прибыл сюда во главе такой большой делегации, в которую входят самые разные специалисты. Как отметил глава региона Александр Цибульский, Норвегия ему известна как надёжный партнёр, потому что в прошлом он довольно плотно занимался развитием отношений с этой страной. Между Ненецким округом и Норвегией реализовано много практических, полезных, прикладных проектов. У нас сегодня есть три основных генеральных направления сотрудничества, которые уже имеют под собой какую-то историю. Это развитие взаимоотношений в области телемедицины, в области рыборазведения, развития аквакультуры с компанией «Акваплан», представители которой здесь присутствуют, и есть определённый наработанный опыт по развитию альтернативных источников энергии. Мне кажется, все эти три направления остаются крайне актуальными и очень интересны для нас с точки зрения потенциального развития. Реализация проекта по телемедицине началась в 2013 году. В сотрудничестве с норвежскими коллегами в регион были поставлены первые комплекты оборудования для проведения удалённых медицинских консультаций. В стране фьордов также прошли обучение окружные специалисты. Их научили работать с этой высокотехнологичной техникой. Среди перспективных направлений сотрудничества – рыборазведение для восстановления популяции и товарное рыбоводство. Мы считаем, что если нужна рыба как продукт на столе, то надо заниматься товарным рыборазведением, а не выпускать дорогого малька в дикую среду, которую потом очень тяжело будет поймать. Если интересен запас для того, чтобы именно поддерживать экосистемы, либо развивать туризм, то тогда можно заниматься и нужно заниматься рыборазведением. И здесь мы смотрим на каждый регион с его особенностями. И мы совершенно по-разному подходим, когда идём в Мурманск, в Карелию, в Архангельск или в Ниньцкий округ. Учитывая особенности региона, отметил Алексей Бомбуляк, можно рассмотреть возможности синергии нефтегазовой отрасли и рыбоводства. У Норвегии такой опыт имеется. Там лишнее тепло от метанопереработки направляется на аквакультуру. В Ниньцком округе такой ресурс можно будет использовать от проекта СПГ. «В силу географических положений, в силу сходности климатических условий, конечно, нам есть чему делиться, каким опытом делиться друг с другом». Доверительные отношения между Ниньцким округом и Норвегией уже сформированы. Поэтому, по предложению Александра Цибульского, участники встречи с обеих сторон решили сфокусироваться на развитии экономических связей.